Время новостей на канале Хабар 2.4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Казахстан предъявил экономические претензии Кыргызстану. Министерство торговли и интеграции направило в Евразийскую экономическую комиссию обращение о повторном рассмотрении вопроса применения к кыргызской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из государств членов ЕАЭС. Аналогичное обращение направлено в секретариат ВТО. Об этом заявили в профильном ведомстве, применяя минимальный уровень контрольных цен к казахстанским товарам, а также к товарам из других стран ЕАЭС, кыргызские, параллельно взимая НДС. В Минторговле пояснили, что порядок определения минимальных цен является непрозрачным, а установленные постановления кыргызстанского правительства минимальной цены не обоснованы. Если соседняя страна не выполнит свои международные обязательства, то Казахстан намерен отреагировать адекватными мерами в отношении кыргызских товаров. Добавлю, что рассмотреть заявление казахстанской стороной планируют в марте или апреле этого года. Отмечу, что в основном минимальный уровень контрольных цен применяется к пищевым товарам, это мука, сахар, рис, в том числе дробленое яйцо, пиво, а также к цементу и углю. Все указанные товары традиционно составляют основу казахстанского экспорта в Кыргызстан. Между тем завершилась проверка казахстанских банков второго уровня. Согласно результатам исследования, дефицита, капитала и рисков для вкладчиков нет. Аудит начался в августе прошлого года и охватил 14 банков, на долю которых приходится 87% активов. В результате общий запас капитала на системном уровне составил 800 миллиардов тенге. Исследования проводили почти 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, больше 100 сотрудников Нацбанка и независимых экспертов. Сама же оценка производилась согласно методологии Европейского Центрального Банка. Диагностика AQR обеспечит прозрачность работы банков и повысит доверие иностранных инвесторов, считают эксперты финансовой сферы. Капитал банков-участников AQR и банков-участников программы повышения финансовой устойчивости достаточно и соответствует всем требованиям регулятора. Поэтому, наоборот, никаких рисков для вкладчиков нет. Также, что касается вопросов, готовы ли банки к этим переменам, проведение AQR, на наш взгляд, было абсолютно своевременным. Сейчас перенесемся в приоралии. Там чиновники превратили процедуру государственных закупок в настоящую кормушку. Антикоррупционщики выявили нарушения сразу в нескольких сферах. Например, таких как ветеринария, транспорт и спорт. Здесь, в годовых планах, стоимость товаров указали в четыре раза выше рыночной. Ошибки допускают и сотрудники областных управлений и департаментов. В числе самых частых – технические. В областном департаменте агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции смогли предотвратить необоснованное выделение средств в размере 13 миллионов тенге. По данному факту, были рекомендованы соответствующим государственным органам, квазисектору, пересмотреть ценовые предложения, указанные в годовом плане. На данный момент рекомендации выполнены. К сожалению, в современной практике такому роду нарушению применение дисциплинарных мер не предусмотрено. Тем временем задержаны организаторы финансовой пирамиды, учредители компании «Гарант-24» и «Выгодный заим», сообщает МВД на своем официальном интернет-ресурсе «Полиция Кейзет». Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя «Гарант-24» Аслана Мурзабекова. 21 января он выехал из Актубе в Оренбург, далее вылетел в Москву и уже оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны, Мурзабеков сразу был задержан в Молдавии. Вопрос об его экстрадиции в Казахстан. А буквально накануне на границе Казахстана и России задержан и выдворен в следственный изолятор учредитель выгодного займа Жан-Булат Есеркепов. На сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, а розыск еще 9 руководителей ломбардов все еще продолжается. Напомню, по обращениям граждан в отношении владельцев ТО «Гарант-24» Ломбард, а также «Эстейт-Ломбард» и «Выгодный займ» по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды, полиции расследуются 22 уголовных дела. В социальных сетях и WhatsApp стремительно распространяется информация о якобы прошедшем экстренном заседании в правительстве Казахстана по коронавирусной инфекции, где Минздрав якобы не исключает распространение вируса на территории республики. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Все образовательные учреждения работают как обычно. Власти Турции заявили об уничтожении 56 сирийских солдат. Об этом сообщают местные СМИ. На данный момент на северо-западе Сирии вооруженные силы Турции продолжают наносить авиаудары по армии режима Башара Асада. Также сообщается о ликвидации специальной военной техники противника. Так, были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц. По сообщениям местных СМИ, удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, а также военному объекту с химическим оружием. ЕС призывает все стороны к немедленной деэскалации в Идлибе и сожалеет о жертвах конфликта. Евросоюз рассмотрит необходимые меры, чтобы защитить свои интересы в сфере безопасности. И не случайно он находится на постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами. С таким заявлением в своем аккаунте в Твиттер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Напомню, в лагерях на территории Турции сейчас находится 3,5 миллиона сирийских беженцев, которых Анкара приютила на своей территории еще в 2016 году по договоренности с ЕС в обмен на помощь в размере 6 миллиардов евро. Евросоюз, в свою очередь, намерен и дальше оказывать материальную помощь Турции. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Питер Стану. Существует риск скатиться к очень опасной, серьезной и открытой международной военной конфронтации. Поэтому мы призываем все стороны к прекращению боевых действий и конфронтации. Не только потому, что это вызывает много разрушений, но и несет человеческие страдания гражданских лиц, в основном в Идлибе. Эти люди потом превращаются в беженцев и в поисках лучшей жизни едут в Турцию или дальше из Турции, например, в Европу. Всемирная организация здравоохранения повысила риск уровня распространения вируса до очень высокого. Об этом во время специальной конференции заявил генеральный директор ВОЗ. Растущее число инфицированных новым типом вируса по всему миру вызывает серьезное беспокойство. Так, по данным организации, в настоящее время заболевание выявлено в 50 странах мира. Число жертв вируса в Италии достигло 21 человека. 821 инфицирован. Число погибших от вируса на территории материкового Китая только за сутки возросло на 47 человек, достигнув 2835. Вместе с тем он добавил, что шанс сдержать распространение вируса все еще есть. На данный момент специалисты по всему миру работают над созданием более 20 вакцин. Первый результат ожидается через несколько недель. С недавнего времени такие страны, как Дания, Эстония, Литва, Нидерланды сообщили о первых случаях заражения коронавирусом. Инфицированные в основном пребывали из Италии и Ирана. Продолжающийся рост числа случаев заражения вызывает обеспокоенность. Наши эпидемиологи постоянно следят за ситуацией и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения вируса с высокого до очень высокого на глобальном уровне. Китайские автозаправочные станции начали предоставлять услугу по передаче водителям продуктов из различных служб доставок. Это позволяет владельцам машин избежать посещения рынков и магазинов в условиях вспышки коронавируса. Заказать еду можно заранее в любых службах, указав номер машины. На заправке продукты упакуют в ящики и загрузят в багажник автомобиля. Согласно нашим наблюдениям, большинство клиентов приобретают целую коробку овощей. Многие дополнительно заказывают другие продукты, вроде риса, лапши и масла. Поскольку люди сейчас выходят на улицу значительно реже, они стараются купить сразу побольше продуктов, чтобы хватило семье на несколько дней. К слову, водителю ни на одном из этапов не приходится контактировать с сотрудником АЗС. Услуга предоставляется на заправках по всей стране. По словам руководства компании, за день каждая из станций продает в среднем 30 ящиков с продуктами. И спрос постоянно только растет. Вспышка коронавируса за считанные недели изменила китайский рынок, который почти полностью перешел в режим онлайн. Для того, чтобы обезопасить людей от угрозы заражения, используют всевозможные способы. Вплоть до роботов-доставщиков и беспилотников. 19 человек погибли в результате крупной аварии в Пакистане. Десятки раненые. Есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в больницу. Согласно данным, железнодорожный состав направлялся из города Карачи в город Равалпинди. По предварительной версии, авария могла произойти по вине водителя автобуса. И вернемся к событиям в Казахстане, в соцсетях и ватсап. Стремительно распространяется информация о якобы прошедшем экстренном заседании в правительстве Казахстана по коронавирусной инфекции. Где Минздрав не исключает распространение вируса на территории республики. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Все образовательные учреждения работают, как обычно, в штатном режиме, без каких-либо изменений в графике учебного процесса. Государственные органы также работают в штатном режиме. Просим сохранять бдительность и верить только достоверной информации из официальных источников. Паладарский поисковый отряд «Панфилов Шилар» готовится к новым экспедициям на места боевых сражений времен Великой Отечественной войны. В год 75-летия победы поисковики расширяют сотрудничество с российскими коллегами. В апреле бойцы собираются заступить на вахту памяти Ржев-Калининский фронт, где будет открыт новый мемориальный комплекс. Планируется, что в этой акции примут участие порядка 500 поисковиков из разных стран мира. В ближайшее время бойцы паладарского отряда «Панфилов Шилар» поедут в Омскую область для сбора информации о пропавших без вести. В годы войны именно там были сосредоточены 35 эвакуационных госпиталей. К слову, в последние годы паладарским поисковикам удалось установить места захоронений 50 воинов, пропавших без вести. А в одной из городских школ из экспонатов, найденных на местах боевых сражений, даже создали музей. Работа с такими центральными архивами России, то есть они объединяют людей. Здесь и Белоруссия, и Украина, и с Германией нам помогают, потому что нами создана группа «Поиск воинов Казахстана», куда обращается очень много казахстанцев, которые ищут своих родственников, пропавших без вести в той далекой войне. И в завершении еще немного о помощниках. В Павлодаре открылся региональный фронт-офис волонтеров. Это вторая площадка в республике, под сводами которой объединяются волонтерские организации. Напомню, недавно глава государства Хасмужмар Тукаев во время открытия республиканского фронт-офиса стал почетным послом движения волонтеров в Казахстане. 20 лет назад одними из первых в стране в Прииртышье начали работать волонтерские отряды. За эти годы их численность возросла в несколько раз. И сегодня в рядах добровольцев насчитывается свыше 16 тысяч человек. Волонтеры работают в самых разных направлениях. Они востребованы в социальной и инклюзивной сферах. Они бессменные активисты в поиске пропавших и надежные помощники для людей с ограниченными возможностями. Об их деятельности можно судить по поступкам и довольно-таки креативным идеям, чем, впрочем, и отличались всегда повладарские волонтеры. Им доверяют самые важные участки волонтерской деятельности. Уже работаем над тремя социальными крупными проектами. Первое – это поколение, то есть дом престарелых и детский дом. Мы воссоединяем и проводят время дети и старшие наши вместе. То есть это обмен знаниями, забота обратно же и придает больше жизнерадостности. А также второе мероприятие наше – это проект «Встреча с собой». То есть мы собираем мамочек, у которых дети болеют, какими-либо диагнозами. Основное направление в этом году по Павлодарской области будет Комкор. Что такое Комкор? Это помощь пожилым людям, престарелым, проживающим в домах престарелых, одиноким, и детям, и молодежи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В том числе есть отдельное направление БЛМ. Это единственное направление из семи, которое будет представлено абсолютно во всех регионах Казахстана, когда волонтеры, преподаватели смогут обучить именно сельских школьников. Что ж, в год волонтеров в Казахстане я призываю еще раз быть каждому волонтером и быть Комкором, опорой для всех нуждающихся. С вами был Арстан Балтин. До встречи вам. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин